Меня попросили объяснить вам различия в разных медицинских системах. Я не экономист, я онколог, доктор, врач, так же, как вы. Я вам расскажу, что я знаю об этом. Я и к своим коллегам обращалась, которые, может, больше меня знают. И они помогли мне подготовить эту презентацию. И я буду говорить о том, что я знаю. И я, собственно, всю свою жизнь провела в пяти различных медицинских системах. В Великобритании, Италии, в российской системе, в швейцарской и в американской. Все медицинские системы разделены на два разных типа. Такие универсальные системы, что это означает? Все для всех. Они не так уж хорошо работают на самом деле. Мы это уже обсуждали, но в целом это был такой план. То есть это часть общественного благосостояния. И создано это было сотни лет назад. Это создал Лорд Беверидж когда-то. И вот три системы, о которых я буду говорить, они универсальны. Это российская, английская и итальянская системы. Есть другие типы системы. Еще один тип – это управляемая конкуренция, где каждый может делать все, что хочет. И в какой-то мере вы будете поддерживать, но будете конкурировать с другими системами. И врачами, и больницами. Конкуренция, конечно, создает какие-то новые формы, но это основано на каком-то отдельном индивиде, а не на всем населении. То есть отдельная личность может получить лучшее лечение, лучший доступ к лечению, но не все. Вот в чем вопрос как раз. Это система Бисмарка, и немецкие коллеги очень много говорили об этой системе. Это информация о бисмарковской системе, о здравоохранении. Вы можете о ней почитать. Она централизована. Никто для всей страны ничего решать не будет. Например, в швейцарской системе у нас различные кантоны. 26 различных кантонов. Маленькая страна, где проживает все 8 миллионов населения, она разделена на 26 частей, 26 кантонов. Ну как если Санкт-Петербург был разделен на 26 частей, и каждая из этих частей решала, что делать. Но там это как-то срабатывает. Это централизованная система. И очень важно здесь, что есть личная ответственность. И врачи, и пациенты отвечают за то, что они делают. И пациенты отвечают за свое здоровье. И нет каких-то таких серьезных компаний скрининговых или что-то такое. У некоторых компаний они есть, но не во всех. Каждый кантон сам решает, что делать. Та же система УБАМа должна была примениться, но она не сработала. Вот такая децентрализованная система. И сколько это стоит, вот что очень важно. Если посмотреть на расходование в системе здравоохранения, американская система, она самая дорогостоящая. Около 18%, то есть 18% ВВП идет в эту систему здравоохранения. Эти ассигнования. Великобритания тут посередине. Италия. Дальше здесь вот. Россия где-то 5 или 6% от ВВП вот на этом уровне. Вы видите разницу между США и Россией? Но будет ли это действительно эффективно по затратам? Посмотрим. На этом графике он был представлен в прошлом году. Экономистами они сравнивали продолжительность жизни с расходованиями системы здравоохранения. Самые лучшие результаты вот здесь. Меньше на это тратите, но выше продолжительность жизни такого не существует. США очень много инвестируют в систему здравоохранения, но на самом деле, тем не менее, продолжительность жизни не очень высока в США. Россия вот здесь находится, Италия здесь самая лучшая. У нее ситуация по сравнению со всеми другими странами здесь показанными. Это измерение между тем, сколько денег вы тратите на здоровье и как долго вы проживете. В Швейцарии вот здесь находится. Не так уж все плохо, но можно ожидать и лучшего. К чему я все это говорю? Речь о том, что эти две переменных, они не зависят друг от друга. Есть разные другие факторы, которые здесь присутствуют. Это стиль жизни, это что вы едите, ваша физическая активность. Очень многие люди в России в молодом возрасте погибают от различных несчастных случаев. Извините, Мария, Великобритания, там мне показано. Великобритания, я вам покажу. Вот, вот она. Тут, а, да, я вижу. А, тут указано в фунтах стерлингов. Да. Ну, в Италии лучшая ситуация. Я училась в первом медиа Санкт-Петербурга, и я изучала российскую систему здравоохранения. Не могу сказать, что я тут работала, потому что я проработала здесь один год, потом, после окончания, потом уехала. И радиология, все это. Моя мама, мой папа в этом работали. То есть, это можно сказать вот так. То есть, вам уже, собственно говоря, вы тоже идете у нас. Это семейный, так сказать, опыт. Ну, не знаю, ситуация в России, но она отличается. Сейчас, правда, в России может много иначе, чем было раньше. Но для меня все это было очень легко. У меня не было языкового барьера из-за каких-то культурных компонентов. И я легко умела общаться. Поэтому мне очень легко было продолжать свою работу профессиональную. Все было в моем распоряжении. Но затем я увидела, что гораздо меньший уровень доказательности во всем, что мы делаем. Вообще другая структура. Иерархическая структура. Например, ассистент не может принимать решения значимых. Надо обсуждать это с вышестоящим. Не знаю, то же самое сейчас в России или как-то поменялось. То же самое и всегда таким останется. Меньше меритократии. То есть, например, вы видите также в ваших медицинских учреждениях есть врачи. Может быть, они очень хорошие, очень преданы делу, но у них нет каких-то качеств. Они не растут профессионально. Растут как-то иначе. Но это не система продвижения, основанная на каких-то замечательных качествах. То есть, они не поддерживаются. И в Швейцарии, например, я все делала сама. Никто меня не поддерживал. Сама учила, сама себя взращивала. Возможность профессионального роста, публикации. Вы видите, чтобы послать вашу статью и быть опубликованным в международном журнале, это очень-очень тяжело. И очень тяжело в России, потому что никто не знает этих правил. Как публиковаться в международном каком-то журнале, никто не поможет. Я думаю, может, я пошлю статью по раку молочной железы, и, может, опубликую. И ты не знаешь, что делать, что там, изменить статью, как публиковаться. Нет какой-то структуры, которая бы вам помогла в этом. Пожалуйста, не запугивай профессора Павлидисова. Павлидис, он все еще верит в нас. Да, но, конечно, есть возможность, также ответственность перед пациентами. Но пациенты не проинформированы, что делать, куда пойти, к кому обратиться, кто за что отвечает, на чем остановиться. Очень сложно быть пациентом здесь, в России. Все так централизовано. Зарплаты, сами знаете, какие низкие. Даже говорить об этом не буду у врачей здесь. Так, это Швейцария. На протяжении рабочего дня. Вот видите, и в свободное время есть. Я даже пасту могла приготовить. Хотя это было дело интенсивной терапии. Я могу показать, что работа не настолько структурирована у нас в Швейцарии, как вы думаете. И я работаю на итальянском, швейцарском языке. Больше латинский такой язык. Это полегче, чем немецкий, швейцарский язык. Но и на швейцарском, немецком все равно есть, и хочется. Не обязательно пасту. Там сосиски, конечно, картофель. Это уже немцы не паста, а вот что-то такое сосиски и так далее. Швейцарская медицинская система. Очень много было в этом слайде всего. Потому что я 14 лет уже там нахожусь. Я прекрасно знаю эту систему. Я прекрасно в нее интегрирована. Я получаю разную информацию от различных людей. Потому что я работаю в разных кантонах. Не только в итальянских, но и в немецких кантонах. Вот почему я сравниваю это все. Как это с моей точки зрения. Какой вам нужен тренинг. Какие курсы повышения квалификации. Как врачу и так далее. И если хочется что-то изменить на местном уровне, меняется это очень легко. Например, обучающие курсы по коммуникативным навыкам. Например, у нас их не было. А я могу обратиться к коллеге. Я говорю, давай это сделаем. Почему нет? Он говорит, ладно. И завтра можем уже начать такие курсы. Мы должны подготовиться также к экзаменам. Если, например, я с коллегой, мы организовали это все сами. И каждую неделю у нас была лекция. А потом приглашаю всех коллег из различных стран. Мы им звоним, например. Приезжай, можно прочесть лекцию? Паракулек. Когда, когда, во сколько, какого числа я прилечу. Сейчас это уже хорошо структурировано, институционализировано. Уже у нас очень хорошо все это организовано. На еженедельность. Но когда я начинала, ничего такого не было. Но мы решили это сделать, и мы сделали. Было легко. Ну и потом, если сравнить с другими системами, у нас, можно сказать, безграниченные ресурсы, неограниченные. Практически все, что хотите, вы это и получите. Это не так уж хорошо, кстати. Потому что вы гораздо больше ресурсов начинаете уже тогда использовать по сравнению с другими странами. Хорошая структура уже у нас. Хорошая поддержка в медицинской работе. Например, я даже не думала ни о принтерах, ни о компьютерах, ни о чем таком, что мне нужно. Я, конечно, сама ничего не достаю. Но просто звоню человеку, который за это отвечает. Ну, типа офис-менеджер. Все приносит, привозит. И потом ты изначально знаешь, как структурирован твой день, твоя работа. У вас есть руководство. Вы знаете, что делать. И все. Если ты будешь следовать правилам, все будет очень легко. Тогда больше сможешь сделать. Но меньше сделать нельзя. И что еще можно сказать? Такая система сообщающихся сосудов и капилляров, так сказать. Повсюду все есть. Например, мы хотели иметь одну больницу на 350 колька места. Вместо этого шесть выделяется. Население за это проголосовало. Они сказали, нет, мы хотим, чтобы больница была в шаговой доступности. Это была очень дорогостоящая программа, но никто не захотел централизовать это все. То есть каждый регион и каждый кантон имеет свои, пусть даже маленькие, но свои собственные больницы. Потому что Швейцария сейчас хочет именно так развиваться. Может, в будущем это изменится. У нас же демократия. Вы знаете, что я имею в виду, наверное. Каждый решает, что делать. Ну, чтобы политические меры были приняты. Например, если наш кантон решит как-то иначе что-то сделать, мы собираем голоса, мы за это голосуем, и что-то изменится по нашему хотению, так сказать. Мы не должны обращаться к властям кантона или к властям страны. Можно ли то сделать или сделать и нам. Мы сами все на местном уровне решим. Но, что касается сложных случаев, конечно, это отдельная история. Ну, то есть в среднем очень хорошее лечение, все очень хорошо. Но очень редко, правда, но иногда что-то не так хорошо бывает для Швейцарии. То есть мы должны собирать эти кейсы. Ну, когда пациенты не понимают, когда что-то вот такое редкое, или это редкая совершенно форма, им надо обратиться в другой медицинский центр. И он скажет, я не хочу тратить на дорогу 2,5 часа, чтобы ехать в тот госпиталь, в ту больницу. Давайте все здесь делаем. Ну, это культурные различия. Привыкли к удобству люди. Сервис очень высокий в наших больницах. И нет никакого листа ожидания ни на что. Но мы работаем на трех языках, и у нас очень много диалектов также в стране. В каждом городе свой диалект. И это непросто для людей извне все это понять. И в эту систему сложно войти, сложно в ней остаться. Она сложная. Есть разные конкурсы, чтобы вы вошли в нее. И потом каждый день вы должны демонстрировать, что вы хорошо работаете. Потому что у нас нет бессрочных контрактов. Каждый контракт, даже глава какого-то подразделения в больнице, у них есть четкий срок, на который они подписали контракт. Если хорошо работают, контракт продлят. Это очень дорогостоящая вещь все это. И есть различные оплаты за услуги пациентов, которые в госпитале находятся, и тех, которые амбулаторные. Потому что есть система страховки, они получают из власти кантона. И поэтому по-разному страхуются, компенсируются затраты. Все стоит по-разному. И иногда нас инструктируют, чтобы мы этого пациента передали из больницы в стационар. Потому что если они останутся в клинике, это будет очень дорого. Им придется заплатить гораздо больше. В каждой системе есть за и против. В США дальше. Я была в работе в больнице Хопкинса. И, собственно, это один из крупнейших госпиталей. Гигантский просто. Это как город прямо. Вот почему они, конечно же, рассматривают все эти случаи. Редкие случаи. Я была в нерматологическом медицине. И было очень много пациентов с миозитом. Сколько вы вообще пациентов с миозитом видели в своей жизни? Одного, может. Или слышали только о таком. А там тысячи их были. Высокая концентрация, которая приводит к высокой конкурентности этой системы. И врачи должны быть прекрасно подготовлены и точно знать, что делать. Даже если какое-то орфанное заболевание, все равно они должны все знать. А как это узнать? Ты должен сконцентрироваться. У тебя нужна практика. Легко получить доступ в эту систему. Но, собственно говоря, если ты очень хорошо квалифицирован. И, собственно говоря, и страховка должна быть. Если человек не работает, у него нет страховки медицинской. Потому что у него нет денег платить за страховку. Это очень дорого. Например, по сравнению с швейцарской системой. В США там есть страховое покрытие для всех. Базовая такая страховка медицинская. Обязательно то, что вы должны заплатить. Но ты должен платить, даже если у тебя нет работы. Потому что тогда государство, если ты на пособие по безработице, государство за тебя заплатит. Потому что это немного по деньгам. Если сравнить с деньгами на страховку и ваш доход, если ты безработный, это одну шестую часть ты заплатишь. Но это много, но это можно заплатить, тем не менее. И так каждый может получить доступ ко всем медицинским услугам. Но вот есть и частные страховки и так далее. Все, что угодно тебе предоставить. И физикальный осмотр, и все. И они тебя примут в клинику, и все. Но они также могут вас вышвырнуть. Например, онкологические пациенты очень часто в первый год, когда им поставили диагноз, у них есть вот эта частная страховка, допустим. Но во второй год уже они уходят, потому что цена этой частной страховки такая высокая, что бесполезно продолжать платить. Потому что и лечение, то, что получаешь практически то же самое, с той разницей, что, может быть, тебя не положат в отдельную палату, а там две койки в палате, иначе не так уж проблема небольшая. Либо у тебя отдельная палата, и ты платишь очень дорого за это, либо двухместная палата. Это тоже ничего. То есть каждый может найти деньги, чтобы хоть как-то оплатить. Это тоже минимальная разница. И, собственно говоря, очень такая конкурентная система обучения, и очень такая система, которая способствует обучению. Потому что есть академические дни, когда ты продолжаешь обучение, ты даже не принимаешь пациентов в этот день, тебе это разрешают. Есть там и теории, и практика, и лекции каждую неделю. Очень хорошая программа повышения квалификации. Но проблема была также в рабочих часах. Мы начали, собственно говоря, принимать пациентов в 4 часа утра из-за этого. Потому что в 6 утра профессор проверяет то, что мы видели, и затем ты летишь в другой город, и затем возвращаешься вечером и так далее. То есть получается, что начинаешь в 4 часа утра, а работаешь в 8-9 вечера, получается. Если хочешь пройти эти курсы повышения квалификации, это сложно. Но все знали, что это самое лучшее место, где я могу изучить это все. Я там провожу какое-то время, я беру из этого максимум, потом ухожу уже. Вот почему там такая большая ротация молодых врачей. Исследовательская работа. Вы подумаете, что в США все прекрасно с этим. Джонс Хопкинс, гигантский госпиталь. Я была с моим мужем, мы работали в радиологическом отделе, мы все сравнивали. Ну, то есть все надо находить, статистическую информацию. Кто-то будет собирать для вас данные. Вы днями и ночами свободное время на это будете тратить. Суббота, воскресенье. Все находите сами. Может, у них, конечно, и хорошая база данных. Но тогда это было в 2011-2012, все было в таблицах Excel. Сейчас это меняется. Но не думайте, что уже так все изменилось, что прямо все вас ждут с нетерпением, и все вам предоставят. В Италии мы все счастливы, как всегда, как все представители этих стран. Всегда все счастливые, довольные. Проблема университетской системы. Такой общей универсальной системы. Это длинные и очень ограниченные услуги. Также и по гостиницам. Если пациент приезжает, надо еще ожидать. Он приехал в другой город и в списке ожиданий услуги. Не такого качества. В онкологии, например, это было подразделение гинекологической онкологии. Они знали, что делать с этим пациентом и с этой проблемой. Но когда это все завершается и возникают какие-то внутренние проблемы, пациент утрачен, так сказать. Потому что система врачей на этой территории, она не так уж хорошо развита и разработана. И нет хороших взаимосвязей между специалистом в этом специализированном центре, и, скажем, пациент, и участковым врачам. Но нужна же преемственность. Все онкологи же не все могут сделать сами. Нужны какие-то партнеры, собственно говоря, и коммуникации между ними не идеальны. Ну, вы отпускаете врача дальше, там, участковые и так далее. Собственно, плохо наложены коммуникации. Доступ. Если у вас деньги и административный ресурс, все получите. Нет денег и административного ресурса, мало что получите. Можете ли вы это прокомментировать, не знаю. Вы каждый день с этим сталкиваетесь, да? Да, большинство того, что вы сказали, вы совершенно верно это заметили. Но, конечно, это отличается по городам, по регионам, в особенности северная, центральная или южная часть Италии. Но вот в Европейском институте онкологии, да, вот я там тоже был, наверное, самый лучший в Италии. И вот такие, собственно говоря, проблемы. Вы перечислили в моем госпитале, вы бы устали пальцы загибать от других проблем, наверное. Но в целом, собственно говоря, все верно. Вы правильно описали обе системы. В Италии, например, для пациентов, если кто-нибудь спросит, можно найти очень высоко специализированные центры и врачи. И США, они все знают об этой проблеме. Они действительно суперэксперты. Мы посылали им пациента, чтобы оба такой консилиум, чтобы узнать еще одно мнение. Ну, собственно говоря, у нас все это есть в Швейцарии. Но вот меньше централизованных центров. А, Мария, ты сказала, что такое вот латинский характер. Нет, лучше не рассказывай. Но они такие все веселые. Можно с ними кофе попить. Целый день пьют кофе, и не только кофе, кстати. Ну да, расслабленные такие на рабочем месте. Паузы любят делать между пациентами, чтобы поболтать там. То есть у нас вот очень хорошие взаимоотношения в Италии, также и за пределами рабочего времени. Но это, например, не существует в Великобритании и в немецких кантонах швейцарских. Когда ты там, когда ты уже связан с этими людьми, ты их лучший друг. Они в дом тебя пригласят. Скажут, все, ты наш лучший гость. Думаешь, вау. А ушел, не работаешь там уже, и все, ты им больше не друг забыли, что ты вообще была в их жизни. В большинстве случаев это именно так. В Великобритании медицинская система. Я там только полгода работала. Не очень хорошо знаю систему. Я тогда вообще беременная была, поэтому, собственно говоря, как-то дистанцировалась, может быть, слегка от этого. Но что я обнаружила, что действительно есть доказательства, тогда сделаем. Нет доказательств, не будем делать такой подход. Но если другие решения нет, других нет, они говорят. Нет, доказательств нет, мы не будем это делать. Ну и да, то есть вы это включаете, систему Найс. Да, это система, которая проверяет все виды лечения, можно или нельзя назначать такое-то, такое-то лечение. Но если у вас есть деньги, у тебя будет частная практика, то все это можешь делать. Вот это один из моментов этой универсальной системы. Это не очень дорогое, это меньше денег вы на это затратите, чем в других странах. Это совсем не гибкая система. Собственно, она связана с коллективностью. Вот вы как коллектив, вам все можно, а отдельному человеку нет. И очень по-разному подготавливают врачей, докторов, например, если вы в Лондоне, университетском колледже Лондона, то есть хорошие врачи. И в некоторых специальностях, не во всех, но в некоторых, просто замечательные. Но выйдя за пределы этой больницы, зайди в другой какой-нибудь маленький госпиталь, и все совершенно иначе. Они вообще ничего не знают в этой области. Вообще хочется спросить, извини, это вообще доктор или кто? К сожалению, они плохо организованы. Может, у них там это изменится в будущем? Ну, пока это так, не знаю. Хочу вас всех поблагодарить. И хочу вам сказать, что вы не должны бояться получать какой-то новый опыт. Поезжайте за границу в другие страны. Выходите из зоны комфорта. Мне казалось, что очень трудно войти в эту систему, получить опыт. Но если вы свои деньги привезете, если вы не будете просить денег, чтобы оплатили вашу работу, все двери в любой стране будут перед вами открыты. Конечно. Но это получается, что это все равно как отпуск провести медицинский. Не в Италию как таковое. В итальянском госпитале проведите отпуск, можно сказать, и наработайте новые знания на протяжении месяца. Если вы будете менять страны, то вы вырастите профессионально. Это обогатит вас лично и профессионально. Есть различия повсюду. Это ясно, конечно. Но когда вы сами соприкоснетесь с этим, вы гораздо более четко все это будете видеть. И будет четкая картинка, когда вы вернетесь домой. Никогда не поздно это сделать. Даже если вам 60, или вы в середине самой своей карьеры можете поехать. Даже если вы зрелый человек, зрелый профессионал, что-то новое найдете. Добро пожаловать в мою клинику. Вы можете в любой момент приехать, научиться тому, что вы хотите изучить. Главное, делайте это. Не сидите на одном месте. И, может быть, просто перейдите в другой город в той же самой стране, или перейдите в другую больницу. Это тоже вас обогатит. Спасибо. Большое спасибо, Мария. Ну, у меня такого опыта нет, но полгода в Швейцарии. Вы знаете, это ничто по сравнению. Не надо закрывать. Мне душно. Ну, вы можете практиковать английский, итальянский, немецкий. Да, это замечательный опыт, конечно, когда вы побываете за границей. Большое спасибо. 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 Продолжение следует...